Не так страшна слепота телесная, как слепота духовная, которой болеют многие люди. Минувший воскресный день, читаемая за богослужением притча о слепом, напомнила о том, как важно развивать себе духовное зрение, видеть свои грехи и бороться с ними. В этот день митрополит Томский Таврический Владимир совершил ритургию в Кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы. Евангельское чтение на этот день говорит об исцелении слепорожденного. Умывшись в источнике Силаам, он не только обрел зрение, но и уверовал в Сына Божия. А зрячие книжники и фарисеи остались духовно слепы. Мое духовное прозрение наступило после прочтения книги «Не святые, а святые». Читала и плакала, можно сказать, потому что ощутила, сколько много я в жизни потеряла, и что предстоит еще долгий и нелегкий путь к Богу. В своей проповеди митрополит Владимир рассказал о Святом Дня, праведном Иакове Завидееве, ставшем первым епископом Иерусалима, а также остановил свое внимание на Воскресении Христовом. В течение 40 дней продолжается праздник Воскресения нашего Господа Иисуса Христа. И часто многие спрашивают, а почему так долго? Вы знаете, мне кажется, недолго, потому что нету больше радости, чем радости от Воскресения нашего Господа. Преподобный Серафим Саровский в течение всего года, кого встречал, он что говорил? Радость моя, Христос Воскресе. Потому что Воскрес Христос, и мы придет время воскреснем. После литургии для детей военно-патриотического клуба Успенского собора состоялась встреча с ветераном, воевавшим на фронтах финской и Великой Отечественной войны. Вы знаете, там тяжелые моменты, тут вспомнишь по неволе Бога. Были моменты и под Москвой, и в Сталинграде, когда решался вопрос, будем мы или не будем, выстоим или не выстоим. Ну, воля, мужество, героизм, солдат Красной Армии победили. Шестая неделя пасхального цикла является с одной стороны шагом к прощанию с Пасхой, а с другой предверием предстоящего праздника Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, указывая, чтобы мы прозрели, очистили свои души от греха и возвысили свой взор горнему.